Было крохотным, однако же, однако же. Алексей Полторанин. Был тут вопрос на твиттере. Какие угодно. Он спринтер великолепный, всем это хорошо известно. И вот он, собственно говоря, на вашем экране. Начал этот тур уверенно, идет уверенно. 20-й у Дюрхауга, 22-й у Манифика. Старт дан, старт без накладок. Все ушли вовремя, и наиболее острый получился у Йонсена, который вспоминает о том, что он любил, любил в таком роде начинать гонки. Не оглядываясь, именно демонстрируясь. Впереди, рискуя совершенно запросто и спокойно. Ищет окошко, ищет просвет, в который можно было бы нырнуть. У первого из норвежцев никаких проблем с движением дальше. Дюрхаук собрал свое второе дыхание и пошел. Болтаранин накатывает. Некуда просто сунуться. Запас скорости был, но пришлось перестраиваться по центру. Болтаранин, я думаю, что тоже в состоянии, если сейчас пойдет посмелее. Они наступали виртуальные, мы не в буквальном смысле, как только что Тереза Йо Хаук на пятки. Это было ему все на руку, и он очень стратегически хороший забег провел, очень ценный с точки зрения общего зачета. Поехали дальше. И для начала блистательный, как и всегда, как и... Бродить по большему радиусу, но он сегодня очень хорошо готов. Болтаранин, вы видите, в этом забеге стартовал тоже гораздо смелее. Фин пока не показывает все свои карты. И вот этот тут коротенький мостик собирает практически всю группу. Начинается раскат на финиш. Болтаранин демонстрирует свою всеми проверенную финишную скорость, которая катапультировала его на призовые подиумы на этих соревнованиях. Но Устюгов не уступчив. Устюгов, обратите внимание, и выигрывает. Забег быстр, Иверсен и Хакала благодарят себя за свою... ...зависит, конечно, и от того, кто как подходил к вот этой стадии состязаний, и, соответственно, как бежит в генерале, насколько затрачивается в предыдущих гонках. ...на то, что спит по 4-5 часов и не успевает восстанавливаться. О том, что стал искать Макдональдс, потому что ему надоели макароны. В общем, бедный-бедный Сумбю. Что-то будет с его лидерством сейчас. Но для начала, так же, как и Тереза Йохаук, изначальный суперфаворит Петер Нуртук проигрывает стартовый отрезок. Впрочем, для него это скорее правило, чем исключение. Бешеный, с другой стороны, мощный, очень эффективный старт безшажным ходом выдает Сергей Устюгов и даже с просветом уходит со стартовой поляны. Создается ощущение, что Устюгов пан или пропал. Бежит так, пытаясь набрать максимальное количество бонусных секунд. Но было видно, что этот старт в стартовую гору большой кровью пошел ему. И сейчас, сейчас его могут очень многие, посумеет он отдышаться или нет. Сумбю среагировал на это очень хладнокровно. И важно же, кто когда успевает включать руки, кто успевает начать расталкиваться. Аккуратнее здесь, на вираже. Сумел Сибиряк вписаться. Все нормально. И только замыкающим пока идет Нуртук. Включается. Нашел, успел. Перевести дух. И включается отчаянной контратакой Сергей Устюгов, настигая постепенно слегка ошарашенного Сунду. Сунду все время идет на пределе. Все время на отчаянном зубовом оскале. Достаточно быстрые и скользкие лыжи у Устюгова. И, может быть, чуть-чуть короче колодка. И большие затраты. Но отличный финишер, полторанин, державшийся перед этим в тени. Вышел на третью позицию и стал раскатываться. Пока он в опасные близости и может придетовать на что угодно. Вплоть до высшей ступени пьедестала подсчета сегодня. Иверсен. Смотрите, отличная работа лыж на спуске. И Иверсен сейчас начинает давить. Он как бы не спровоцировал завал. Только нет, завала не было, к счастью. Иверсен выскакивает на первую позицию. И смотрите, какой у него запас. Все, его не взять. Устюгов финиширует вторым. Полторанин третьим. Классное выступление россиянина и казахстанца. Пусть они и соседи по окончательной турнирной таблице, но тоже лишний такой моментик, важный в технологическом плане перед завтрашней гонкой. Видно, что, да, конечно, что он страдает, что он недовосстанавливается, что ему приходится переезжать и так далее. Но тоже самое ровно можно сказать о любом друге.